Да, как меня и представили уже, меня зовут Владислав Дмитриевич, я являюсь главным врачом ветеринарного центра Катанай по улице Маршала Захарова, ДАСС-1. У нас здесь имеется инфекционный стационар, где в основном мы занимаемся инфекционными больными животными, ну и также обычными больными, которыми не является инфекционной природой, и у нас также для этого имеется отделение реанимации интенсивной терапии. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о пациентах с абдоминальным сепсисом на фоне паровирусной инфекции, потому как при паровирусной инфекции чаще всего развивается сепсис, о чем мы поговорим дальше, механизм того, как это происходит. Ну, в принципе, я решил сосредоточиться только на этой теме, во-первых, потому что это самые часто задаваемые вопросы у меня в Инстаграме о том, как лечить таких пациентов, какой к ним подход, что с ними делать. Ну и, в принципе, сам подход к таким пациентам, он, в принципе, и для других пациентов подходит, ну, например, с коронавирусным гастроэнтеритом и другими подобными гастроэнтерологическими заболеваниями инфекционной природы. В принципе, для того, чтобы разговаривать далее про паровирусный гастроэнтерит, нам нужно сначала вспомнить, что это такое. Паровирусный гастроэнтерит – это у нас одна из наиболее частых причин заболеваемости и смертности молодых собак и кошек во всем мире. Сам паровирус – это одноцепоечный ДНК-вирус, который у нас инфильтрирует быстро делящиеся клеточки желудочно-кишечного тракта, костного мозга, лимфоидные ткани и сердечных миоцитов. Заражение здоровых животных происходит элементарным путем – при контакте с контаминированными предметами ухода, кормом, водой или же при непосредственном контакте с зараженными каловыми маслями больных животных. Заражение также может происходить трансплантцитарно, поэтому некоторые котята или щенята могут родиться дефектами, если их мать болела паровирусной инфекцией в момент, когда она носила их себе. Но само происхождение паровируса собак на данный момент остается неизвестным. Однако нам известно, что вирус панликопении кошек произошел от паровирусного инфекцией собак, поэтому кошки у нас могут заражать собак, а от собаки кошек нет, потому что для этого нужно, чтобы вирус мутировал. Также нам нужно разобраться, что же такое у нас сепсис и с чем его едят. Сепсис – это у нас патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде системного воспаления на инфекцию в различной природе, будто бактериальное, вирусное или грибковое, в сочетании с остро возникающими признаками органной дисфункции и доказательствами микробной диссеминации. Паровирусный энтерит является предрасполагающим фактором для сепсиса, поскольку способствует транслокации кишечных бактерий и тяжелой иммуносупрессии. Мы об этом поговорим о патогенезе болезни, но нужно помнить и знать, что бактериальные микрофлоры при иммуносупрессии часто выходят через стеночку и заражают весь организм. В принципе, паровирусный собак делает хорошей такой популяцией для исследования сепсиса. Мы в данный момент занимаемся изучением таких больных пациентов в условиях нашей клиники. Пока у нас не так много данных для того, чтобы написать об этом большую развернутую статью, но как раз-таки о подходе к таким пациентам есть о чем рассказать. Также нужно еще понимать, что септический шок – это сепсис с признаками тканевой и органной гипоперфузии, гиперлоктатомии, то есть локтатоплазмы должен быть более 2 ммл артериальной гипотонии, не устраняющейся с помощью инфузионной терапии и требующей назначения катахоламина для поддержания среднего артериального давления более 65 мм рт. столба. Сам септический шок у таких пациентов очень легко спутать с гиповолимическим шоком, потому как пациенты с паровирусным энтеритом очень часто приходят к нам на прием дегидратированными, у них очень часто развивается рвота, диарея, причем обильная такая диарея жидкостью, при всем при этом животное перестает потреблять какую-либо жидкость перорально, поэтому у них развиваются достаточно серьезные признаки гиповолимического шока. Однако, чтобы понять, что у вас септический шок или гиповолимический, нужно обратить внимание на определение, потому как септический шок – это у нас гипотония, которая не устраняется инфузионной терапией, а при гиповолимическом шоке как раз-таки низкое артериальное давление у вас устраняется, инфузионной терапией, и артериальное давление после того, как вы дадите немного жидкости своему пациенту, вернется в норму. Касательно патофизиологии. Вирус сначала у нас реплицируется в ротоглазочных, брежевочных, лимфатических узлах и тимусе. После этого паравирус нацелен на быстро делящиеся клеточки эпитериальных крипт, костного мозга, эпителия языка, ротовой полости и сердечные миоциты, а также легкие селезенки и почка. Учитывая патофизиологию данного заболевания, мы также и понимаем, какие осложнения могут встречаться. Если это сердечные миоциты поражаются, то у нас самое часто развивающееся осложнение – это у нас эндокардит. Если это легкие, то это острый респираторный дистресс-синдром, и в принципе патофизиология нам достаточно много говорит о том, что нас ожидает, и о том, как нам сбороться с данной патологией. Поэтому знать патофизиологию при лечении данного заболевания крайне и крайне важно. Распространение вируса обычно предшествует появлению клинических признаков рвоты и геморрагической диареи на несколько дней. Поэтому таких пациентов нужно всегда дифференцировать. И чаще всего это будут у вас достаточно маленькие щенки и котята. Выстилка кишечника у нас после того, как вирус попал во все органы, обнажается из-за нарушения энтероцитов, что приводит к притуплению кишечных криптоворсинок, что в свою очередь и вызывает клинические признаки рвоты и геморрагической диареи. В дополнение к молебсорции питательных веществ и транслокации кишечных бактерий. То есть нужно понимать, что таких пациентов в острую фазу фактически даже бесполезно кормить, потому как у них развивается молебсорбция и ничего из этого всасываться в организм у вас не будет. Поэтому нужно сначала таких пациентов стабилизировать, а потом уже начинать потихонечку кормить. Но об этом мы дальше поговорим и о том, что же делать у нас с транслокацией бактерий. Сама вирусная инфекция в тимусе приводит к разрушению коллапса коры тимуса. Нарезу с разрушением предшественников лейкоцитов в костном мозге это приводит к значительной лейкопении. Отсутствие иммунитета в сочетании с бактериальной бактериемией от транслокации кишечных бактерий подвергает пораженных животных высокому риску развития септического шока. Синдром системного воспалительного ответа, полиорганной недостаточности и смерти, если их не лечить. Поэтому нужно разбираться, что же с этим делать. Самыми классическими клиническими признаками паровирусного энтерита это является у нас литрагия, отсутствие аппетита, рот и диарея. Диарея может быть различной по внешнему миду. Она может быть от мягкой до слизистой, жидкой или красной такой студеной вид. При потерях желудочно-кишечного тракта может быстро возникнуть интерстициальное обезвожение, переходящее в гиповолимический шок. Недостаточное абсорбство питательных веществ энтероцитами системной бактериемии в отсутствие достаточного запаса гликогена в печени и мышцах также могут привести к значительной гипогликемии и нейрогликемии и судорогам. Поэтому у таких пациентов при поступлении в клинику крайне-крайне важно изначально измерять глюкозу крови. Пока вы как врач собираете анамнез у пациента, ваш ассистент, если таковое имеется, может достаточно спокойно и быстро измерить уровень глюкозы крови из ушка и понять, имеется у вас гипогликемия или нет. Если имеется, пока вы собираете анамнез, обсуждаете все с владельцем, рассказываете, как паравирусный энтерит работает, можно уже ввести в ротовую полость немножко глюкозы 40% по тому, как она у нас сасывается в ротовой полости и уже решить проблему с гипогликемией. Также при физикальном исследовании можно выявить облезность слизистых оболочек, задержку скорости наполнения капилляров, лихорадку и переохлаждение. Точнее, или лихорадку, или переохлаждение. Это у нас также входит к каскаду еще сепсиса, поэтому нам нужно будет об этом чуть-чуть попозже поговорить. А также болевой синдром при пальпации живота. Могут возникнуть инвагинации тонкой кишки и создать болезни твердый массивный трубчатый эффект массы тканей. Поэтому крайне и крайне важно у таких пациентов всегда провозить УЗИ брюшной полости, какое бы это животное ни было. Если даже оно к вам поступило уже обследованным на стороне клиники, вам нужно самостоятельно увидеть, что у него нет инвагинации кишечника, потому как это нужно лечить достаточно быстро, иначе это приведет к некрозу кишечника, и вашего пациента вы вряд ли сможете вылечить. Какие же лабораторные анализы нам потребуется взять, которые нам дадут максимум информации? Первое – это у нас будет клинический анализ крови. Он нам покажет, имеется ли лимфопения, которая часто возникает у щенков, инфильтрируемых паровирусом. Также он еще может возникнуть при коронавирусном гастроэнтерите. Поэтому очень важно использовать вместе с другими тестами для обнаружения паровируса. То есть, если вы наблюдаете у щенков только лимфопения, лимфопения, то нужно еще сдавать ПЦР-анализы для того, чтобы подтвердить эту инфекцию, потому как не всегда это происходит. Минимально биохимические показатели, которые нам потребуются – это альбумин, электролиты, билирубин. И вообще в идеале перед поступлением животного в отделение реанимации интенсивной терапии – это сдать биохимический профиль и электролиты. Я понимаю, что это не всегда возможно, потому как щенята и котята бывают разными. Бывает такое, что у щенка-то взять 1 мл крови проблематично, потому как он весит каких-то там 500 грамм. И если вы возьмете этот мл крови, то усугубите его состояние. Поэтому минимальные биохимические показатели – очень важно взять. Альбумин у нас постоянно теряется через ЖКТ-электролиты, которые у нас теряются с работой и диареей. Поэтому их точно важно взять. Все остальное только уже, если есть такая возможность. Касательно визуальной диагностики. Мы уже немножко скользко упомянули, что обязательно и важно проводить ультразвуковое исследование брюшной полости. Но нужно помнить, что диагностическая реализация, особенно рентгена, у животных, пораженных провирусной инфекцией, не всегда может быть специфична для таких животных. Если это рентген, то вы можете увидеть даже нормальную брюшную полость, если это какая-то начальная стадия болезни. Затем уже у вас появляются рентгенологические признаки кишечной непроходимости с газом и вздутием жидкости в тонкой кишке. Однако стоит отметить, что рентген грудной полости всегда и наиболее важно проводить. Потому как такие пациенты с очень частой рвотой и особенно признаками дыхательной недостаточности, то есть повышением частоты дыхательных движений, даже более 30 дыхательных движений в минуту, такие животные должны быть обязательно обследованы. Потому как у них может быть аспирационная пневмония. И начав лечить и обсудив все с владельцами пациента с паровирусной инфекцией, он у вас может погибнуть от дыхательной недостаточности вследствие аспирационной пневмонии. Владельцы об этом знать не будут, вы об этом какое-то время узнать не будете, и при гибели пациента всем будет очень-очень обидно. Поэтому моя вам рекомендация рентген грудной полости, если есть такая возможность, всегда проводите таких пациентов. Потому как даже если аспирационная пневмония произойдет у вас на стационаре, вы будете знать, в какой момент это произошло. Вы будете это знать по клиническим признакам аспирационной пневмонии, и также потому, что вы уже до этого проявили рентген грудной полости, в котором вы не выявили никаких признаков аспирационной пневмонии. А если мы еще и касаемся кошек, не обязательно, что котики болеют у нас с только паровирусным ампторитом. Поэтому нередко мы еще и находим свободную жидкость грудной полости, которую мы отправляем на цитологическое исследование, и уже исследуем таких пациентов не только с точки зрения паровирусной инфекции. Ультразвуковые исследования полезны для исключения других причин рвота и диареи, как мы уже говорили. Пока у вас нет клинических анализов крови и того, что у вас по ПЦР подтверждена паровирусная инфекция, нужно еще и прорабатывать другие дифференциальные диагнозы. Потому как у вас может быть инородное тело, инвагинация или просто какая-то индивидуальная непереносимость корма, компонентов пищи. Поэтому таких пациентов всегда нужно полностью обследовать, прежде чем сказать, что да, данный конкретный пациент болеет только паровирусной инфекцией и ничем более. Как подтвердить инфекцию? Как мы уже и говорили до этого, идеальным для этого у вас будет ПЦР-диагностика, на которую вы можете сдать смывы с толстой кишки и также каловой массы. Он является у нас наиболее чувствительным и специфичным для данного заболевания. Поэтому я бы все-таки рекомендовал сдать каловой массы и, в принципе, не расстраиваться по поводу того, как, в принципе, это достаточно дешевое исследование и проблем с тем, чтобы сдать исследование, ну, каловой массы нету. Тем более, что на клинику даже можно попробовать заказать экспресс-тесты для подтверждения паровирусной инфекции, потому как, если это острая стадия заболевания с наиболее явными клиническими признаками, в такой момент даже экспресс-тесты будут наиболее информативны, потому как они покажут, что, да, действительно, у вас имеется паровирусная инфекция. Я бы хотел разобрать на примере одного из наших пациентов с абдоминальным сепсисом. Это у нас котик, ему 7 месяцев, 4 дня, он весит 2,5 килограмма. Он не вакцинирован, не обработан от эктопаразитов, не обработан от эндопаразитов. Живет дома без возможности выхода на улицу. В доме имеется собака, а также она не вакцинирована. Собака имеет выход на улицу. Кормят такое животное эконом-кормами, и за неделю до обращения на инфекционный стационар люди были в стороне клиники для проведения хирургического вмешательства, то есть котика кастрировали. После операции в течение двух дней животное наблюдалось вялость, апатия, через сутки развилась рвота с диареей, отказом от приема пищи. Они также повторно обратились в стороннюю клинику, в которой проводили им кастрацию. Там была назначена, скажем так, симптоматическая терапия, после которого состояние животного не то, чтобы улучшилось, а даже несколько ухудшилось. Поэтому пациент был направлен на инфекционный стационар для лечения данной патологии. При осмотре у животного было критическое общее состояние, ментальный статус оценивался как ступор, положение в пространстве было лежачее, скорость наполнения капилляров 2,5 секунды, слизистые анемичные, поясно-бедренные артерии было слабого наполнения. Частота сердечных сокращений у него была повышена, около 198 ударов в минуту, при том, что животное лежало достаточно спокойно и ни на кого уже внимания в этот момент не обращало. Частота дыхательных движений у него была повышена, дегидратация у него была порядка 10-12%, и холка при ее скручивании уже не расправлялась. Глюкоза крови у него была 0,8 ммл, лактат из периферической вены на тот момент был 4 ммл. Глюкоза, температура тела у нас была сниженная, артериальное давление также было снижено при среднем артериальном давлении 55 мм в рт. ст. Экспресс-тест на паровирус положительно, потому как это была наиболее острая фаза. Мы сразу же провели экспресс-тест, и он сразу же нам дал положительный результат. Рентген грудной полости был на тот момент без особенностей, и фаст исследования брюшной полости показало расширение петель кишечника от энгелии и исследовало количество свободной жидкости между петлями кишечника. Что, по сути, нужно делать с такими пациентами в идеале? Если мы рассматриваем даже вырезки из гуманной медицины, то у таких пациентов нужно брать кровь для бактериологического исследования, если вы подозреваете именно сепсис и септический шок. Исследование концентрации лактата должно производиться в течение первых полутора часов. В гуманной медицине они это рекомендуют потому, как они отправляют эту кровь в лабораторию. У нас же используется обычный лактометр, который используются с тест-полосками. И внутривенное назначение антибиотиков первые три часа после поступления. На практике же я скажу, что антибиотики должны быть введены намного и намного раньше. Даже если у вас еще нету всех данных того, что у вас именно гиповолимический шок, а не септический шок, все равно вводите антибиотики как можно и как можно раньше. О том, какие антибиотики нужно будет вводить, это у нас будет дальше в слайдах. Ну и внутривенная инфузия шокового болезня кристаллоидов. Таким пациентам обязательно требуется. У нас есть так называемая терапия первых 30 минут. И начинаем мы всегда с 20% раствора глюкозы, который мы вводим внутривенно в дозе 0,5 грамм на килограмм. Максимальный шоковый болезня для кошек и кристаллоидных растворов у нас это 60 мл на килограмм. И обычно мы начинаем с сбалансированного изотонического раствора стерофундина 10 мл на килограмм, вводим за 5 минут до эффекта. И также у таких пациентов мы обычно назначаем раствор альбумина в дозе 22,5 мл на килограмм. После того, как мы уже ввели такому пациенту 3 болезня, у него давление стабилизировалось на уровне 86,51 мм аттутного столба. И это значит, что у такого пациента имеются все признаки септического шока. Потому как далее у него наблюдалась тенденция, наоборот, к снижению артериального давления. И что же нужно было делать в таких случаях? Помним, что вирусное поражение желудочно-кишечного тракта приводит к нарушению перистальтики и барьеры желудочно-кишечного тракта. Что, в свою очередь, приводит к бактериальной транслокации, что, в свою очередь, приводит к стептицемии и сепсису. Для того, чтобы стабилизировать артериальное давление у таких пациентов, нужно вводить вазопрессоры. Препаратором выбора для данной патологии является раствор норадреналина, который требуется вводить в начальной дозе от 1,1 мкг на килограмм в минуту. И подтетровку может дозировка повыситься даже до 1,5 мкг на килограмм в минуту. В свою очередь скажу, что мы в условиях стационара обычно используем не более 0,5 мкг на килограмм в минуту, но иногда бывают такие моменты, что пациентам требуется и более высокая дозировка. Целевые значения для нас – это у нас установление среднего артериального давления на уровне 60-65 мм ртутного столба. Если у вас установилось данное артериальное давление, норадреналин повышать больше не нужно, потому как можно привести к периферическому некрозу. Чаще всего у нас страдает от этого язык, поэтому не хотелось бы, чтобы этому пациенту стало еще хуже. А если мы хотим вылечить данного пациента, и он начал еще при всем при этом кушать, то язык ему еще для этого понадобится. Венозный доступ крайне важен для таких пациентов, и основа жидкостной терапии – это у нас состояние сосудистого доступа. Из-за высокого риска заражения катетера рвотными массами, фекалиями и другими испражнениями рекомендуется таким пациентам устанавливать еремонный катетер, то есть центральный венозный катетер. В периферические катетеры нам не рекомендовано вводить вазопрессоры. Естественно, если у вас это экстренный пациент, которого нужно лечить здесь и сейчас, и возможности он установить центральный венозный катетер у вас нет, то, конечно, можно на какое-то время назначить им гипертонические растворы и вазопрессоры в периферические вены. Но долго этого делать нельзя, потому как быстро периферические вены придут в негодность, и если вы не установите центральный венозный катетер, все это приведет к тому, что на середине лечения у вашего пациента фактически не останется вен, куда можно установить внутривенный катетер и откуда даже можно взять вообще хотя бы анализы крови. Размещение еремонного катетера не только обеспечивает средства для внутреннего введения жидкости, но и также мы можем брать оттуда кровь, что в свою очередь позволит пациентам при выписке быть неистыканным полностью иголками. До того момента, пока мы не стали устанавливать центральные венозные катетеры, владельцы, мягко говоря, ужасались от того вида, в котором выглядели их пациенты. Поэтому сейчас мы их устанавливаем, все радуются, когда мы их не устанавливаем, владельцы нам прямо говорили, что хорошо, что живой, от вида им было уже плохо. В принципе, центральные венозные катетеры на данный момент можно установить практически каждому пациенту. На слайде представлен щенок, который весил всего 700 грамм. Мы ему установили 10-сантиметровый центральный венозный катетер под контролем рентгенологического аппарата для того, чтобы посмотреть, что центральный венозный катетер не должен был входить в правое предсердие. Он должен стоять чуть-чуть перед ним. Как только вы поняли, что он прямо перед ним стоит, катетер можно подшивать, закрывать, животное будить, если ему требовалось для этого седаться, и уже отправлять на инфекционный стационар для лечения. Касательно антибиотики терапии. У того пациента, о котором мы в данный момент говорим, мы применяли сочетание моксцелина-клаулановой кислоты 30 мг на килограмм каждые 8 часов и морофлоксцин 2,5 мг на килограмм. Сочетание пенициллинов и фторхенолонов для таких пациентов считается достаточно оптимальным. Морофлоксцин мы выбрали в данном случае только лишь потому, что его можно вводить внутривенно, поэтому можно использовать и другое сочетание. При использовании ампициллина его также следует сочетать и с другими фторхенолонами для увеличения грамм отрицательного спектра. Можно еще использовать инфекционный стационар, но от себя скажу, что у таких пациентов ни в коем случае не рекомендовано вводить препараты подкожные или внутримышечные. Это у нас препараты с септическим шоком, их микроциркуляция нарушена и нарушена достаточно серьезно, поэтому то, как подействуют ваши препараты, которые вы ввели внутримышечные или же подкожно, не совсем понятно. Поэтому если у вас есть возможность вводить препараты внутривенно, вводите их только внутривенно, никаких подкожных, тем более каких-либо пероральных препаратов, только внутривенное введение. Дополнительный вариант антибиотикотерапии также представлен на слайде. Скажу, что мы из этого всего спектра чаще всего используем цифалосфорины, потому как их можно поставить с инфузией с постоянной скоростью. Такие препараты, как цифтезидин, цифепин. Если у нас подозревается стафилококковая инфекция, то можно даже использовать гентомедицин и клиндомедицин. Ванкомедицин я бы все-таки не рекомендовал использовать в ветеринарии, потому как это явно не антибиотик выбора. И такому пациенту, если ему еще пару месяцев, ему еще нужно дальше жить, вы можете, у вас все равно имеется риск развития антибиотикорезистентности у таких пациентов. И не хотелось бы, чтобы у него с самых малых лет была устойчивость к достаточно серьезным антибиотикам. Касательно гипоальбиномии. Потеря жидкости с диареей наряду с недостаточным энтеральным поступлением питательных веществ и выработкой белков острой фазы, а не синтезу альбумина, все это может привести к значительной гипопротонимии у пациентов с энтеритом, вызванным паровирусом. Для восполнения альбумина мы используем человеческий альбумин 10% или же 20%. Если это 10%, мы используем дозировку 22,5 литра на килограмм. Мы это посчитали, дозировку согласно книге Small Animal Internal Medicine 2020 года. Все это примерно поднимает уровень альбумина где-то на 10 грамм на литр. Ниже представлены слайды, на которых мы восполняли данному пациенту альбумин. И да, действительно, он примерно на 10 грамм на литр восполняет альбумин, что является достаточно важным для таких пациентов, потому как большинство препаратов, которые вы будете водить, они связываются с белком. И биодоступность ваших препаратов также от этого зависит. Помимо того, что от уровня альбумина у нас зависит онкотическое давление. Поэтому без гипертонических растворов таким животным не прожить. Поддерживающая терапия у таких пациентов применяется с целью для того, чтобы как-то облегчить их нахождение на инфекционном стационаре и для того, чтобы им как минимум стало достаточно комфортно. Им нужно применять противорвотные препараты. Препаратом выбора является у нас марапетант. Он используется каждые 12-24 часа по 2 мг на 1 кг внутривенно. Можно его, в принципе, использовать и чаще, до каждые 4 часа внутривенно. Но особого смысла и от этого нет. Потому как можно использовать еще и сочетание его с эндонцентроном, 50 мг на 1 кг внутривенно каждые 8-12 часов. И от себя скажу, что этого сочетания чаще всего достаточно для того, чтобы оккупировать даже самую тяжелую рвоту. Аспирацию желудочного содержимого с помощью желудочного зонда у таких пациентов обязательно. Потому как вся жидкость, вся еда, которая поступала в пациента, пока он был у владельцев, или в других ветеринарных клиниках, где его кормили, она останется в желудке. И там она через какое-то время начнет жить. Жить и достаточно активно гнить. При всем при этом она будет доставлять уйму и неудобств вашему пациенту. Поэтому это все нужно аспирировать. Вы это можете делать не только желудочного зонда, но еще можете установить назогастральный зонд, с помощью которого можно отсасывать из желудка лишнюю воду и даже газ. Поэтому это является достаточно оптимальным. Если вы седируете таких пациентов, то используйте максимально минимальные дозировки седативных препарантов. Однако таких пациентов требуется обязательно интубировать. Потому как если вдруг седация спровоцирует рвоту, то пока пациент не может двигаться, он все это может спокойно вдохнуть, что опять-таки приведет к аспирационной пневмонии. Поэтому всегда интубируйте таких пациентов. При гипогликемии на ИПС также используем 40% или 20% раствор глюкозы. Опять-таки помним, что в центральный венозный катетер можно вводить 40% глюкозу. И для маленьких щенков это оптимальный раствор, потому как вы можете снизить объем жидкости, который вы вводите вашего пациента. Уровень глюкозы крови требуется таких пациентов держать на уровне 3,5 до 6 ммл. При атонии достаточно обоснованное применение прокинетиков. В принципе, лектор до меня уже рассказывал о том, какие прокинетические препараты у нас имеются. Но от себя скажу, что в условиях инфекционного стационара мы чаще всего используем метаклопроминт на инфузии с постоянной скоростью. Это 0,05 мг на килограмм в час. Иногда эта дозировка доходит до 0,1 мг на килограмм в час. И иронитидин мы также используем, как и прокинетик, потому как он обладает таким эффектом. Касательно мониторинга. Очень много про это говорить не буду, потому как есть книга «20 правил Кирби» и также достаточно много видеолекций по этому поводу. Но от себя нужно помнить, что мониторинг не должен убить вашего пациента. И не нужно его мониторить до посинения, прямо перед ним стоять. Во-первых, это приведет вас из боевой готовности в никакое состояние. И также это очень сильно добьет еще и ваших пациентов. Потому как они ему будут стоять, и вы будете над этим животных стоять. Нет, ваш мониторинг должен быть достаточно адекватным. Он должен отражать все вводимые вами препараты, и также он должен показывать состояние пациента, а не просто циферки, на которые вы будете наблюдать. Поэтому если вы вешаете монитор пациента на такого человека, пациента, еще раз извините за тавтологию, то он должен вам показывать информацию, а не просто висеть на таком пациенте и доставлять ему кучу дискомфорта. Ну и помним про самое главное 20 правило Кирби. Это с любовью, заботой, весь ваш мониторинг должен выполняться. Анализы крови. Альбумин, электролиты, билирубин. Каждые 12 часов можно чаще перебирать. Клинический анализ крови. Каждые сутки перебираем и смотрим за ним в динамике. Лактат мы при острых признаках саптического шока перебираем каждые 6 часов. Иногда даже и чаще. Для того, чтобы понять то, как инфузионная терапия себя показывает и как терапия вазопрессоров себя показывает. На данный момент на бедный лактат в гуманной медицине очень и очень много ругаются, показывают его спорные моменты, но, в принципе, это один из важнейших маркеров перфузии тканей. Поэтому, если он у вас повышается, при том, что вы уже начали лечить животное, то, скорее всего, вы делаете что-то не так. Мониторинг желудочно-кишечного тракта, а именно моторики, производим где-то каждые 12 часов. Это должна быть рутинная ваша процедура. Если у вас имеется на инфекционном стационаре отдельный УЗИ для этого, то прекрасно. Если нет, то в том УЗИ-кабинете, где вы проводите исследования, должны соблюдаться все правила септики и асептики, чтобы другие пациенты ваши не заболели инфекционными заболеваниями, которыми болеют ваши инфекционные пациенты. Мониторинг газового состава крови, если у вас есть такой, то минимально проводится раз в сутки, а иногда даже больше, когда вы уже корректируете кислотно-щелочное основание и лактатопазмы крови. Его нужно обязательно измерять, если у вас имеется такая возможность, конечно же. Если не имеется, лучше приобрести. Питание. Его можно осуществлять с двух сторон. Это парентеральное питание и энтеральное питание. Наиболее предпочтительным питанием для таких пациентов является энтеральное с помощью нозогастрального зонда и эзофагостомы. Энтеральное питание нам позволяет не только накормить нашего пациента, но и существенно сохранить жизнь критом кишечника и желудка. И ваш пациент начнет намного и намного раньше кушать. В принципе, для этого практически у каждой клиники есть все возможности. Вы можете установить нозогастральный зонд, с помощью которого вы можете как вводить питательные вещества, так и откачивать их, если у вас отомния не проходит, и эта пища уже стоит в желудке более часа. Поэтому это является предпочтительным. Эзофагостома – это не столь частая процедура, которая проводится таким пациентам, но как вариант она может проводиться, если у пациента развилась серьезная желудочно-кишечная патология, и пациент у вас не начинает кушать уже более 4-5 дней. Парентеральное питание мы применяли у таких пациентов, но последние данные, которые говорят о лечении паровирусного энтерита, показывают, что у таких пациентов не предпочтительно его применять. Хотя от себя скажу, что мы применяли нотрофлекс, это раствор, который содержит белки, жиры и углеводы, они находятся в разных пакетах, и их можно смешивать как вам угодно. Потому как в книге «Флуид терапия», также зарубежная, там описано, в каких пропорциях нужно смешивать данные препараты. Ну и самое главное, для того, чтобы начать кормить ваших пациентов, у них должен быть сохранен эмоцион. Даже при условии, что эти пациенты находятся у вас на инфекционном стационаре, у нас есть для этого отдельное поверенчение для паровирусных животных, там их нужно заставлять потихонечку ходить, им нужно иметь животик, их нужно гладить, им нужно всячески оказывать положительную поддержку. Все это будет стимулировать ваших пациентов к выздоровлению. Профилактика достаточно проста, у таких пациентов – это чистота помещения, это отсутствие контакта с клинически больными животными, и это обязательно вакцинация по рекомендациям в САВА. Если этого не будет соблюдаться, особенно если это заводчики, то риск того, что в больших популяциях животное заболеет, крайне и крайне высок. Поэтому обязательно вакцинируйте, и помещение должно быть чистым. Если у вас приходит какое-то животное, которым неизвестен его вакцинальный статус, то такое животное нужно изолировать от других больных животных. То есть должен быть отдельный распределитель для таких пациентов, если их невозможно в какой-то момент вакцинировать. Потому как помимо того, что они сами могут заболеть, они еще могут заразить других животных, потому как на все вы не сможете продиагностировать животных, как бы нам того не хотелось. Поэтому таких пациентов желательно изолировать. Осложнения, с которыми вы можете столкнуться, это первоначальная проблема. Это катетер обусловленной инфекцией. Это как раз-таки у нас показан пациент, у которого был установлен периферический катетер, который пришел в дисфункцию в самый неподходящий момент, и там поселилась инфекция, которую мы лечили долго. Это было финансово накладно, но такую вещь вылечили. Но опять-таки повторюсь, для таких пациентов, которые у нас были серьезные паравирусные инфекции, еще и в сочетании с физическим шоком, им это будет крайне-крайне неприятно. Поэтому если есть возможность, установите центральные гимнозные катетеры. Если нет возможности, то даже можно попробовать подключить и катетер установить. Это в принципе достаточно просто, и стоят они относительно недорого. А если уже сравнивать ее с центральными гимнозными катетерами, то они значительно меньше стоят. Также может развиться хроническая диарея, связанная с паразитозом. Поэтому таких пациентов при возможности нужно обрабатывать от акта эндопаразитов. Это также может развиться миокардит, эндокардит, что в свою очередь ухудшит прогноз таких пациентов, потому как у них может быть летальный исход не из-за паравирусной инфекции, но в дальнейшем они могут умереть от миокардита. Это инвагинация кишечника, которая может не обязательно в условиях дома, когда такое животное поступило. Инвагинация кишечника может развиться еще и в условиях стационара. Поэтому крайне-крайне важно проводить ультразвуковое исследование брюшной полости каждые 12 часов. Это достаточно просто. Для этого не нужно как-то особо серьезно учиться. Нужно просто научиться брать датчик ультразвуковой и прикладывать его к брюшной стенке животным. Поверьте, если там имеется моторика, вы увидите, как кишечник шевелится. И ноги носа кишечника, конечно, уже для того, чтобы его видеть, нужно побольше накулаков, и опыта, но этому достаточно просто научиться. Поэтому таких пациентов обязательно нужно проводить ультразвуковое исследование. И аспирационная. Тут маленькая ошибка. Не аспирационная терапия, а аспирационная пневмония также может вас сочетать. И вы уже можете вылечить пациента от паровирусного энтерита. Аспирационную пневмонию вы продолжите лечить. И еще и к тому же у пациента появятся клинические признаки дыхательной недостаточности в хронической форме. Поэтому это неприятно. И все, о чем мы уже поговорили, нужно выполнять. Если все будет сделано правильно, доступно и последовательно, то большинство этих осложнений вы избежите. Прогнозы у таких пациентов варьируются от возраста, породы, истории вакцинации и сопутствующего заболевания. Сообщается о желаемости щенков, в свое время поступивших в интенсивное стационарное лечение. Это где-то 90%. По нашим данным, это где-то 80-90%. Без лечения такие пациенты чаще всего погибают. Если послушать заводчиков или других владельцев животных, которые отказываются от лечения стационара, они чаще всего говорят, что да, мой котик болел, он болел в домашних условиях и выздоровел. Но это не значит, что и другие пациенты будут выживать. Он как раз-таки попал в эту группу 10%. Поэтому всем таким пациентам нужно рекомендовать стационарное лечение. Да, я понимаю, что оно, возможно, очень финансово накладно. И поэтому у таких пациентов можно создать протокол амбулаторного лечения. Он будет не столь эффективен, но если вы его правильно создадите, и владельцы будут четко выполнять все ваши рекомендации, то высок риск даже, высок не риск, а высок шанс того, что такой пациент выпишется в достаточно стабильном состоянии. Из полезной литературы, которую я лично использую для лечения таких пациентов, это Smiley Learning, Internal Medicine 2020 года. Прекрасная книга, она, конечно, на английском языке, но там достаточно подробно все изложено и достаточно доступным языком. Поэтому, если вы умеете пользоваться Google-перевозчиком, используйте все эти книги. Они максимально и максимально полезны. Так, ну, в принципе, на этом все. Это соцсети, где вы мне можете написать, спросить о вопросах пациентов. В Инстаграме уже достаточно много людей пишут, поэтому можете использовать для связи именно эту соцсеть. Поэтому, теперь отвечу на все ваши вопросы, если таковые имеются. Да, вопросы имеются, но у меня есть маленький комментарий, потом от меня несколько вопросов, а то я их забуду, а потом я зачитаю вопросы слушателей. Относительно ванкомицина, я полагаю, что все-таки ванкомицин мы не используем для таких пациентов не потому, что потом этому щенку жить с резистентной инфекцией, это антибиотик резерву в медицине человека. Если выбирать между здоровьем щенка и резистентностью у щенка, то лучше выбрать отсутствие резистентности у человека. Поэтому ванкомицин не является препаратом выбора в лечении ветеринарных пациентов. Да, бывают ситуации, когда он очень-очень нужен, но это всегда должны быть очень обоснованные назначения именно таких препаратов. Туда же относятся препараты ими Пинем, Меропинем и так далее. Максимально с этим соглашусь, однако у нас в России есть определенные клиники, которые используют их при эмпирическом лечении, чего я крайне не советую нашим слушателям. Поэтому, да, такие антибиотики не стоит использовать для лечения. Как часто таким пациентам измеряют гематокринт и проводят гематрансфузию? На самом деле гематокринт измеряется примерно каждые 12 часов. Чаще всего это связано с забором анализа в крови. Если это там даже лактат измеряется из центрального венозного катетера, то примерно каждые 12 часов. Учитывая то, что у животного развивается, помимо того, что у них лейкопения, у них еще и не вырабатываются красные кровяные кельца. Поэтому, да, у таких пациентов гематрансфузия производится достаточно часто. Нужно помнить, что гематрансфузия у нас не увеличит количество лейкоцитов, и она там не передаст какие-то антитела от здорового животного, больного. Нет, нам гематрансфузия должна выполнить самый базовый и начальный этап. Это вылечить анемию. Дальше уже пациент будет справляться самостоятельно с инфекцией. Есть данные о том, конечно, что в начальный период, когда только-только появляются клинические признаки переливания плазмы таким пациентов от здоровых животных как-то улучшает исход. Но на самом деле литературные источники достаточно сомнительного качества по этому поводу. Поэтому пока в условиях стационара мы не пользуемся этой техникой. Я слышала, что переливают плазму переболевших и выздоровевших животных. Да, есть и такие исследования, но последнее, о котором я читал, это то, что от здоровых переливали. И они говорили, что да, вот имеется положительный эффект. Хотя там надо еще более подробно читать о том, как же они проводили это исследование и какая выборка пациентов была. Так, можно вернуть слайд, где показано осложнение постановки периферического катетера? Да. Где у собаки бомба разорвалась в области локтя? Вот у меня вот такой вопрос. Если это от обычного периферического катетера вот такое возникает, а не может ли быть вот то же самое, как осложнение центрального венозного катетера? И таким образом, как защитить этот центральный венозный катетер от тех же самых рвотных масс, скаловых масс и так далее? Ну, на лапу животное вряд ли нагадит, а вот блевануть или лечь центральным венозным катетером в диарейную лужу вполне себе возможно, на мой взгляд. Сам центральный венозный катетер не подвержен практически данным осложнениям по той причине, что сама центральная вена, она намного больше и толще, нежели чем периферический. При введении вазопрессоров периферические катетеры происходят вазоспазм и от этого вена максимально быстро портятся. Центральные венозные вены этому в меньшей степени подвержены. Касательно рвотных масс, сам центральный венозный катетер заматывается таким образом, что даже если животное на эту повязку испражнится и ляжет в что-нибудь крайне грязное, что у нас старается не допускать и у таких пациентов практически ежечасовый мониторинг, по крайней мере того, в чем они находятся, то через эту повязку ничего к центральному венозному катетеру не подойдет, потому как к ним присоединяются развитиители, сам центральный венозный катетер очень плотно закрывается и риск того, что бактериальная транслокация произойдет через центральный венозный катетер, она безусловно есть. И в гуманной медицине это достаточно серьезная проблема, но на практике в данный момент мы не сталкивались с достаточно серьезными осложнениями, по крайней мере того, что рвотные массы затекали к центральному венозному катетеру. Хотя подозрения на то, что у нас был пациент с эндокардитом, вызванным септическим центральным венозным катетером, у нас были, но это был один пациент. Я тогда зачитаю вопросы. Первый вопрос от Лилии, начинаете сразу с норадреналина, адапамин, депутамин. В каких случаях применяете? Сейчас скажу. В принципе, норадреналин должен применяться только после того, как вы дали болю жидкости животному, потому как гиповолимическим пациентам, которые еще и к тому же могут быть холодными, то есть температура тела может быть ниже 37,5 градусов Цельсия, до этого момента вазопрессоры у них не рекомендовано применять, по той причине, что они лишь могут ухудшить периферический вазоспазм, который происходит у нас на фоне того, что животное холодное, поэтому сначала греем, даем жидкость, даем, если нужно, коллоидные препараты, только после этого мы вовлекаем вазопрессоры. Касательно того, какой вазопрессор требуется использовать, я бы использовал все-таки норадреналин, потому как разбег в тетровке и дозировке у него достаточно большой, то есть вы можете от 1,1 до полутора. У допамина у него достаточно сомнительный эффект, потому как вазопрессорный эффект у него, если я не ошибаюсь, от 5 мкг на килограмм в минуту до 7,5 и тетровать у таких пациентов не получается нормально, тем более, что допамин, например, нельзя сочетать с цирукалом, поэтому мы от данного препарата отказались. Добутамин можно применять, у таких пациентов, но только если у вас признаки недостаточной сердечной сократимости, то есть вы можете в условиях стационаря, если у вас падает артериальное давление, поставить датчик сердца и посмотреть даже банально, как сердце сокращается. Если оно сокращается достаточно вяло, у вас снижен сердечный выброс, то да, вы можете начать применять добутамин дозировки, начиная с 1 микрограмм на килограмм на минуту до 5. Но опять-таки нужно сначала устранить все признаки гиповолимии и все признаки недостаточной онкотической поддержки, а уже после этого вы можете начать применять кардиотомические препараты и вазопрессор. Следующий вопрос. При противошоковой терапии сначала поднимаете температуру или сразу вводите глюкозу и делаете инфузию? Сразу вводим глюкозу, сразу вводим инфузию и сразу же греем. То есть это все происходит практически сразу. У нас нет недостатка в персонале, поэтому у нас в лечении тяжелобольного пациента, который поступает по триажу, участвует практически весь персонал, поэтому один несет грелку, другой подключает сначала устанавливает венозный катетер, потом подключает инфузомата с жидкостью, третий бежит за феном еще греет, ну и так это происходит, поэтому фактически все сразу выполняется. Спасибо. И последний вопрос. В какой момент можно обрабатывать от бельминтов после стабилизации состояния? В идеале да, но если у вас подступают пациенты непосредственно с паровирусной инфекцией, но без признаков сепсиса, септического шока и гиповолюмии, то можно и в этот момент. септического шока и гиповолюмии, но без признаков септического шока и гиповолюмии, и гиповолюмии,